Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. О каком участке, о какой сумме идет речь, не сообщается. Это может стать известным во время заседания. Оно назначено на 10 августа. В июле областной суд рассмотрел апелляцию по делу Ефаркина, связанного с махинациями с землей в Парке Победы. Ему было назначено 5 лет и 7 месяцев колонии общего режима. Изначально срок составлял 6 лет. Также Ефаркин должен возместить нанесенный городу ущерб 160 миллионов рублей и заплатить штраф в размере 500 тысяч. Кировские предприниматели не торопятся получить субсидию на закупку антисептиков. Заявление подали пока только 2300 организаций. Это 60% из тех, кто может это сделать. Документы еще принимаются. Подать их нужно успеть до 15 августа. Это можно сделать, отправив налоговую письмо по почте или оформив заявление в личном кабинете на сайте службы. Субсидию могут получить предприниматели, ведущие деятельность в сфере бытовых услуг, общепита, спорта, дополнительного образования, а также те, кто занимается гостиничным бизнесом и содержанием пляжей. Компании получают фиксированную выплату 15 тысяч рублей и по 6,5 тысяч на каждого работника. ИП без работников получат 15 тысяч. Субсидию на общую сумму более 129 миллионов рублей могут получить почти 4 тысячи кировских организаций и ИП. Дистанционные мошенники обманули кировчан на 120 миллионов. Такую сумму похитили у жителей Кировской области за 7 месяцев этого года. Всего было совершено 2560 преступлений с использованием информтехнологий. Это в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года, сообщают региональным ОМВД. Чаще всего кировчане становятся жертвами мошенников при покупке товаров в интернете, либо реагируя на ложные сообщения о блокировке карт. Раскрывается менее 15% таких преступлений. Тем не менее, к уголовной ответственности в этом году привлекли 230 человек. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73,28 рубля, евро 86,63 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.